Впрочем, праздничное застолье у европейцев никто не отменял. Жителям столицы Великобритании есть где черпать вдохновение при составлении новогоднего меню. Они, к примеру, могут пойти в недавно открывшийся музей еды. Там можно узнать, что подавали в лучших домах Лондона в прошлых столетиях, а кое-что даже попробовать на вкус. Наш Сапкор Дмитрий Сошин так и сделал. Каких только музеев нет в Лондоне. Хотя раньше здесь явно не хватало музея, посвященного тому, без чего жизнь, не жизнь, источнику наслаждений и лишних калорий. Первый британский музей еды открылся в опасной конкурентной среде, в двух шагах от рынка Бору. Мы захотели проследить путь еды от грядки к столу и гораздо дальше. При этом мы не хотим быть скучным сборником кулинарных рецептов. О происхождении фирменного британского блюда, фишн-чипс, рыбы в кляре с картошкой, ни слова. Зато можно узнать, что подавали в закрытых лондонских клубах, начиная с 17 века. Почти в каждом меню морская рыба и запеченная свинина. Это меню раздавали пассажирам самолета «Конкорд». А это на Рождество 1944-го в немецком плену нарисовали британские летчики. Для тушенки и галет они придумали изящные французские названия. Соседний зал посвящен опылению, точнее, насекомым. Без них на нашем столе было бы пустовато. Не только пчелы, но и бабочки опыляют растения. Без них мы бы точно не увидели наши любимые бананы и апельсины. В этом зале, как в раю, тепло, красиво порхают бабочки и регулярно приносят запретные плоды. Увы, но эта красота не для посетителей. Мы идем бабочек кормить. Самое сложное в этом деле не раздавить хрупкие крылатые создания тяжелым металлическим подносом. Смотрите, какую вкуснятину они будут есть. Я бы сам от этого не отказался. Так, бабочки, налетайте. Обед. Бабочки – существа капризные. С чужих рук нектар не пьют. Делать тут больше нечего, так что идем дальше. На запах, который ни с чем на свете не спутаешь. Самое популярное место – это зал шоколада. Это, кстати, не будка для голосования, это место для дегустации. Так. Горький, хорошо. Вообще какой-то никакой. Это что-то с орешками. А это, по-моему, с апельсином. Вообще-то говоря, я запутался. Надо еще раз пройти. Обидно, что шоколад здесь дают крошечными кусочками, а на дегустацию отводят жалкие пять минут. Проблема, когда сюда приводят школьные экскурсии. Приходится следить, чтобы не набивали карманы. Но бороться с этим невозможно. Проследить путь еды – не пустое обещание музейных работников. В конце экспозиции гостям предлагают сесть в специальное кресло и почувствовать, что происходит с едой, когда она оказывается во рту. Ну что, попробуем. Испытание не для слабонервных. Лучше еще раз сходить в шоколадный зал. В этих креслах тебя сдавливает. Страшно становится, как будто тебя проглотили и жуют. Все эти ужасы забываются, когда выходишь на улицу. Лучший музей еды – он здесь. И что бы тебе не понравилось, плати, бери и ешь. Дмитрий Совшин, Павел Лихолетов, Юлия Заграничного, Первый канал, Лондон.